Продолжение следует... Цифровые миры, Земля, космос, другие планеты Вселенной. Эти работы не фотокопии, репродукции или картины. Даже опытные работники историко-культурного центра не сразу приняли эти творения. Что были за эмоции? Удивление. Сначала, конечно, удивление, потому что в наше время человек занимается этим, и причем он занимается этим очень серьезно. Он увлекается наукой и следит за научными достижениями, и все это старается перенести в свои работы. Всего на выставке представлено около 70 картин, и многие из этих работ вполне могут стать прекрасными иллюстрациями для фантастических книг. Не будет преувеличением сказать, что смотреть эту выставку людям без фантазии строго запрещено. Художник играет цветом, геометрией и пространством, словно пытается донести до зрителей, что не везде существуют земные законы. И когда понимаешь это, сразу начинаешь по-иному смотреть и на мир окружающий. Николай Баде в прошлом профессиональный фотограф. Собственно, из ретуши фото и выросло новое увлечение. В настоящий момент автор практически полностью отошел от занятия фотографией, целиком посвятив себя компьютерному творчеству. За последний год я, наверное, из фотографий ничего не сделал. А вот в основном делал работу с чистого листа на компьютере. В принципе, да, то, что я создаю с чистого листа, мне больше по душе. Впрочем, есть на выставке и вполне привычные пейзажи. Правда, они тоже подверглись компьютерной обработке. Сочетание в одной выставке столь разных работ, по мнению сотрудников ИКЦ, вполне органично. Иногда хочется прям, чтобы буйство красок было, да, фантазия играла, воображение работала. А иногда хочется, чтобы вот прийти, да, вот в тихий лесочек, посмотреть на полянку, видеть солнышко, морально отдохнуть. Выставка «Цифровые миры. Земля, космос, другие планеты Вселенной» будет работать до 11 августа. Вход свободный. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ.